Тяжело в учении, легко на соревнованиях. Сегодня участники международных армейских игр провели один из самых важных и зрелищных этапов прохождения тропы разведчика. Анатолий Харитонов о том, кто стал первым. Перед стартом организаторы оглашают результаты первого дня армейских состязаний. По итогам десантирования и марш-броска на 5 километров наши земляки, представители Новосибирского высшего военного командного училища, в лидерах. За ними китайцы, на третьем месте – белорусы. Впереди самый трудный этап – тропа разведчика. 785 метров кирпичные стены, заборы с колючей проволокой, фасад здания, завалы из строительных конструкций. В общей сложности 22 преграды. Аналогов этой полосе препятствий нет на всем постсоветском пространстве. Здесь важна не только скорость. Вся группа может получить штрафные баллы. За то, что кто-то один не прикрыл огнем товарища, метнул гранату мимо или нарушил технику безопасности. На дистанции – белорусские бойцы. Чтобы преодолеть маршрут, им понадобилось больше 40 минут. Не сказать, что легко. Очень интересное препятствие. Препятствия сложные. Но тренировались и прошли. Не знаю, как еще увидим по сравнению с другими командами. Но ожидаем того, что прошли очень хорошо. У каждой команды своя техника преодоления полосы препятствий. Например, белорусы поднимают колючую проволоку дулом автомата, помогая товарищам перелезть через забор. А представители Западного военного округа России, эта команда, как и разведчики Северного флота, участвуют в соревнованиях вне конкурса, используют специальные прищепки. Гости из Индии и Египта приехали на армейские игры пока только в качестве наблюдателей. Планируют выйти на эту дистанцию через год. У нас такие же препятствия ничем не отличаются от ваших. Ваши разведчики отлично подготовлены. Виден высокий стандарт и профессионализм. Индийская команда уже принимает участие в соревнованиях по танковому биатлону. В следующем году мы будем рассматривать возможность посещения других мероприятий. Народная освободительная армия Китая – главный конкурент российских разведчиков. Интервью не дают, даже без камеры. Ни слова о вооружении, экипировке, форме. Бойцы из Поднебесной демонстрируют отличную физподготовку, опережая белорусов. Военные говорят, улучшить их результат 39 минут 50 секунд хозяевам соревнований будет очень трудно. Наша профессия, именно профессия разведчика, это всегда было делом тайным. Мы никогда не показывали такие вещи, то есть даже предметы боевой подготовки, элементы экипировки. То, что мы сегодня находимся плечом к плечу с нашими белорусскими друзьями, с нашими китайскими друзьями. Это еще раз показывает, что растет уровень доверия между нашими странами. И все же команда разведчиков Новосибирского высшего военного командного училища смогла опередить китайцев на 1 минуту и 24 секунды. И по предварительным подсчетам набрала меньше штрафных баллов. Хозяева армейских игр закрепились на первом месте в турнирной таблице. Завтра следующий этап соревнования механиков-водителей. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Новости ОТС.